Приветствуйте от лица ОАА. Как сказал Сергей, и я это знаю, у вас очень насыщенная программа в рамках этого форума. Как это было написано от Сергея, и я знаю, что вы имеете в виду очень интенсивный программ в рамках этого форума. Поэтому еще раз разрешите вас поблагодарить за время, которое вы нашли. Тема экспорта российских самолетов, эта тема очень широкая, у нас с вами действительно немного времени, поэтому я постараюсь какие-то базовые вещи озвучить. Так что, в самом деле, вопрос о экспорте российских самолетах, это очень огромный, очень удивительный. Но я буду пытаться быть мягким и я знаю, что вы преследовались за время, и я буду пытаться преследовать на самые важные мастерства. Ну, во-первых, начнем про сам ОАА. Насколько вы, я думаю, знаете, ОАА – это российская корпорация, которая включает в себя производителей, разработчиков, всех основных самолетов. Это Сухой, МиГ, Туполев, Яковлев, Бериев. Итак, первое, мы будем начать, что является ОАА. ОАА – это ОААА, которая объединяет всех крупных компаний, которые находятся в различных регионах России. В самом деле, мы производим такие известные марки, как Сухой, МиГ, Юшин, Туполев, Яковлев и Бериев. Как вы тоже, наверное, знаете, но я бы хотел это подчеркнуть, сейчас проходят достаточно глобальные трансформационные процессы внутри корпорации. Во все разрозненные каштурские бюро, заводы иные мощности, в текущий момент, централизуются. И в целом, это процесс, ради которого ОААА соответствует обема. На вопрос, почему это делается, я думаю, ответ очевиден, и вы тоже его прекрасно понимаете. Сейчас уже конкуренция осуществляется не в рамках отдельных стран, а между конструкторскими дворами, как это было ранее. Я думаю, что вы понимаете, почему этот процесс принимает место. В этом случае мы говорим о процессе конкуренции, которые не между различными дизайн-бюлами в нашем стране. Конкуренция уже существует в глобальном масштабе, это глобальные мировые производители конкурируют на этом рынке. То есть над таким же производителем и разработчиком ставлю слова. Так что, на самом деле, компетитивность между дизайн-бюлами и производителем, в самом деле, вы знаете, идет к другому уровню, где мы имеем компетитивность между глобальными играми в интернет-маркете, и ЮНК, я думаю, будет принимать в своем удержанном месте. Ключевыми задачами для нас будут являться сохранение технических компетенций, которые есть в разных школах, а все те бренды, что я назвал ранее, они, по сути, являются школами. И при сохранении школы, естественно, обеспечить их тесное взаимодействие и обмен опытом, обмен теми компетенциями, обмен идеями. Что касается места в акне на мировом рынке, тоже информация, я думаю, совершенно понятна, что, Россия является одним из крупнейших поставщиков самолетов и техники во всем мире. Общее количество самолетов поставленных формировано около 2000. И ширина охвата – это более 40 стран. Если говорить по сегментам, по направлениям самолетовой техники. Давайте начнем с оперативно-тактической авиации. Основные экспортные продукты, я думаю, вам все хорошо известны. И так же хорошо знают рубежные уже эксплуатанты. Это Су-30, Су-35, МиГ-29, давнего времени Як-130. Но, надо сказать, что этим потенциал не ограничивается. В этом сегменте еще есть Су-34-й бомбардировщик. Итак, мы можем сказать, что мы не ограничиваемся к тому же количеству кораблей. Потому что потенциал не ограничивается. Таким образом, у нас также есть Су-34-й бомбардировщик, МиГ-35, МиГ-35. И совместно с государственным посредником Рособоронэкспорта, и федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, мы прорабатываем вопросы, связанные с поставкой на экспорт в нашем понимании лучшего на текущем агенте самолета Су-357. В общем, вместе с компрессией с Рособоронэкспортом и Федеральным сервисом для милитарно-технического корпорации, United Aircraft Corporation is proud to declare that we've been working on exporting or just pushing into the world market such a unique aircraft as Sucoy 57. Качественное превосходство, оно базируется действительно на технических характеристиках, которые у него присутствуют и на его возможности решать практически все стоящие в современном мире подобного класса самолетовыми задачами. Итак, вообще, the superiority of this aircraft is actually based on its performance and capabilities which were designed specially to resolve technical tasks and the aircraft is quite capable of resolving many tasks, many missions and which world at present is facing. также не могу обойти стороной, представленной на МАКСе, легкий тактический самолет, нашу новую разработку. Это действительно новый самолет, в отличие от перечисленных, ну практически всех перечисленных ранее, это одно двигательный самолет. Он обладает, в нашем понимании и, скажем так, перспективе его итогового создания, обладает расширенными возможностями по решению различных ударных задач. При этом следует отметить, что это такая многофункциональная платформа, не только многофункциональная, но еще платформа сама по себе открытая. То есть, такое решение закладывается на этапе ОКР. То есть, такое решение закладывается на этапе ОКР. То есть, мы можем сказать, что DCC-крафт это мультифункциональная, мультирольная платформа, но не только это, это преимущество этого aircraft. Это кранг-беллитка открытой архитектуры, которая дает возможности для развития будущего развития. Соответственно, открытая платформа позволяет нашему пониманию, и мы надеемся, что это будет оказаться на практике, позволяет полностью адаптировать его от нужды потребителя. That very open architecture, this very platform, gives every opportunity to customize that in comparison with the requirements of the customer. Кроме того, мы закладываем решения, позволяющие минимизировать эксплуатационные издержки, что на текущий момент является критическим значением для самолетной техники, в принципе. Мы понимаем, что одна из самых важных функций для операционной обработки и обработки – это качество эффективности. И, определенно, мы сделали проведения, чтобы минимизировать обработки и обработки для обработки. И мы считаем, что это огромное преимущество для клиентов. Ну, про его универсальность, я уже сказал, он называет платоном многофункционально. То есть ударные задачи, стрипительные задачи. So, actually, when I spoke about the universality of that, of the universal features of that very aircraft, well, the advantages that it may resolve very many different tasks, so multi-function, multi-roller, and it may be from various functions. Говорят в СДС, что его разработки активно использовались уже на работе поступившего вооружения 157. Ну, вообще, что я хочу поделиться, и я хочу поделиться, что это лико-тактическое aircraft, это не появлялся от него. Это была очень серьезная база, и база была, и она была в Сухой 57 aircraft, которая была новой, и которая просто началась получать от русских вооружений и вооружений от Министерства защиты в связи с Россией. Ну, а применение самых современных компьютерных технологий позволило обеспечить в кратчайшие сроки необходимые расчеты, даже реактивных тестов провести, и создать тот демонстратор действительно в жатые сроки, которые вы видели вам. So, actually, as this aircraft was developed due to those basements of Sukhoi 57 with wide usage of supercomputer technologies, that gives, first of all, gave provision for performing the calculations and digital tests before making the prototype of this aircraft. Switching to transport aviation, I am absolutely sure that you know these items that product quite well, but still, they are very much required by the market. So, actually, it's deeply modified Illusion 76MD-90A. So, actually, just taking into consideration its features or performance, this aircraft is absolutely, you know, uncomparable in the market, having its lifting capacity up to 60 tons. So, actually, the number of modifications performed on this aircraft is up to 25. So, actually, the number of modifications performed on this aircraft is up to 25. and maybe, you know, just medical cargo and some other tasks which may be resolved by this aircraft. is up to 25. And now, we have been witnessing just, you know, the polishing, the perfection of the phase, just final phase of making a tanker which is Illusion 78MD-90A. Dругим продуктом, который, я тоже думаю, вам всем хорошо известен и который сейчас широко освещается в новостных программах и востребован это самолет Amphibia T200CS. Well, actually, I think that every one of you knows pretty well that very Amphibia aircraft bereaved 200CS. ну, его востребованность в мире, я думаю, сейчас дополнительно о ней говорить не нужно. I do not think that this aircraft requires advertising because, you know, the requirement for this aircraft in the world at present is very high. as a machine for fire extinguisher, but also for the operation of fueling and cleaning on the water. So, actually, you know, actually we are used to just understanding this aircraft as the aircraft for firefighting. Everyone knows that it, you know, it gets to every part of the world to assist in firefighting. But not only that, maybe, you know, the aircraft may be engaged for patrolling, monitoring and just, you know, rescuing on water. Naturally, you just guess that United Aircraft Corporation also has its product in such lines as strategic and special purpose aviation. But you do understand that there are such kind of aircraft taken into consideration the designation and strategic importance they are used within the framework of the capabilities of the Russian Federation. of the Russian Federation. So, you know, as far as I understand, you will be starting for Kubinka and then there you will have pretty nice opportunity to see all these aircraft as I say in flesh and blood. of the Russian Federation. So, just to finish my speech, in conclusion, I would like to say that actually just not only have the processes of transformation, consolidation, but also we are open to every kind of cooperation with foreign countries, foreign cooperation. We have a rich experience for a few years in cooperation with other countries in cooperation in cooperation in cooperation and cooperation in cooperation in cooperation in cooperation So, actually, we may say that we have quite sufficient experience working with some other countries just not only on joint production of items, but also for the designer work. in cooperation in cooperation within the framework of creating and making new aircraft we are also in constant cooperation with foreign partners as far as these products are concerned. and I would like to say great thanks to you for your patience because my brief story is coming to its end and I do wish you a very pleasant day, nice and just enjoy yourself and just enjoy yourself in Kubinka where you will see all those aircraft just in flight and on static display. Have a very nice day and enjoy yourself during the army forum. Thank you for your attention. Thank you.